Мы с вами большая, дружная семья. Правда? Да. Большая, дружная и талантливая семья – это инклюзивная театральная студия «Элмер». Инклюзивная, потому что доступная как для детей обычных, так и с проблемным здоровьем. А вот что такое «Элмер»? Это английского писателя сказка такая, про разноцветного слона. И там в этой сказке говорится, что все люди разные, но в то же время они могут жить вместе, дружить. Самая главная наша задача – научить их дружить, помогать друг другу, отзывчивыми быть, милосердие, толерантность, что очень даже ценно в наше время, я считаю. В сентябре прошлого года, сразу после открытия студии, попробовали дебютную постановку «Сказку репка». И сразу удостоились нескольких наград со всероссийских и международных фестивалей. Месяц назад приступили к репетиции совсем иного спектакля. Это авторский сценарий руководителя студии Татьяны Пальшинцевой «Дети войны». А в основе – реальные воспоминания труженицы тыла Валентины Смоленцевой-Куклиной. Это бабушка Татьяны, ушедшая от нас в 2017-м, но оставившая внучке мемуары. Около светильника из лучины садили кого-нибудь для догляда, чтобы не было пожара. Утром гудит гудок на заводе. Со всех сторон рабочие приходят. Громко звучат по железу удары. Работают все – молодой и старый. Валентина Смоленцева-Куклина прожила до 90 лет. О том, что испытала в детстве, юности и жизни взрослой, в 2022-м смогут узнать ульяновцы. Судьбой этой женщины уже прониклись и юные артисты. Более ответственная стала. Стала более ответственная. То есть, если мы идем, то мы идем. Более внимательная. Я имею в виду центральную студию от того, что здесь все мои друзья, все сейчас изучаем. У меня волнение есть, но я уже репетирую на сцене. И это уже генеральный прогон. А чтобы все было спокойно и своевременно, без технических сбоев, ребятам помогают волонтеры. Я помогаю им вместе жить, чтобы они не боялись своего возраста детей, чтобы они всегда были дружны. Кстати, в спектакле задействованы и родители тоже. А все декорации и костюмы изготовлены и пошиты собственноручно. Нету театральной студии и своего помещения. По договоренности собираются на территории храма Иоанна Предтечи. Поэтому репетируют исключительно по выходным. А посмотреть, что же в итоге получилось у необычной творческой команды, ульяновцы смогут 8 мая в 11 часов по адресу улица Хрустальная, 3В. Вход свободный. Люди, живущие в 21 веке, вы слышите нас! Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.